Инженер-конструктор Александр Иванов в окружении волонтеров Подмосковья рассказывает о том, как буквально вписал свое имя в историю освоения космоса, начеркав карандашом инициалы на шасси лунохода. В его создании он принимал участие более полувека назад. Вот эта полочка позволяет расписаться на этой полочке и оставить о себе в памятной колесе. Эта научно-исследовательская лаборатория приземлилась на Луну в 1970-м, отработала 300 суток, прошла 10,5 километров, переслала на Землю 20 тысяч телевизионных кадров и 89 тысяч снимков. С тех пор луноход с именем своего конструктора дожидается первых космических туристов. А Александр Алексеевич год за годом на Земле продолжает делиться воспоминаниями, как его команда строила космические объекты и покоряла космос. Когда встречаешься с молодежью, я стараюсь не рассказывать историю, не рассказывать о научных каких-то достижениях, а говорить то, что мне такое родное, близкое, то, что я делал своими руками, то, что делали под моим руководством. И вот рассказывать то, как ты участвовал, принимал непосредственное участие в этом, это как бы для меня это, в общем-то, почетно, доставляет удовольствие. И я вижу, что те, с кем я встречаюсь, им это интересно. Не только интересно, но и дает задуматься о своем собственном будущем, признались волонтеры. Помимо периода освоения космоса, ребятам рассказали и о первых этапах производства на заводе в 1930-х, когда здесь конструировали самолеты «Ла». Героические подвиги первых инженеров предприятия не оставили равнодушным учащегося 31-го лицея Ивана Файзулина, который уже определился с профессией. В процессе этой экскурсии я убедился, что все-таки выбрал правильный путь и планировал поступать в летное училище гражданской авиации города Ульяновска. Экскурсию для молодых людей организовали химкинские депутаты совместно с администрацией города. Для активной молодежи в округе регулярно проводят экскурсии на производство, помогают им с выбором профессии и организуют различные виды практики на предприятиях. Чем больше мы вовлекаем их в такую общественную жизнь, тем больше у них будет выбора того, чего они захотят. Может быть, кто-то хотел поступать в какой-то вуз, потом мы приходим на мероприятие в другое учреждение, и у человека кардинально все меняется. Поэтому я считаю, для общего развития, во-первых, это хорошо, ну и, во-вторых, для того, чем они хотят в дальнейшем заниматься. По окончании экскурсии представители администрации города и депутаты поблагодарили Александра Иванова и его коллег за многолетний и добросовестный труд на благо округа. За то, что их целеустремленность и преданность профессии стала примером для подрастающего поколения городского округа химки. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!